Всем привет! Вы на канале Элизабет Букс, и сегодня у нас наконец-то рассказ о прочитанном. Я очень ждала момента, когда смогу поделиться с вами своими прочитанными книгами, и как только их накопилось необходимое количество, то сразу же села снимать видео. И сегодня будет много интересного, много разнообразных книг, так что давайте побыстрее начинать. И начнём мы с небольшого, но всё-таки разочарования, это «Тень и кость» от Либардуга. Первая часть из цикла «О грешах». Мир Либардуга очень известен, тем более в последние годы этот автор быстро набрала популярность, и, конечно же, мне хотелось прочитать Либардуга где-то на подсознательном уровне, но я чувствовала, что это не моё, и, скорее всего, книги мне не понравятся. Однако я сдалась под натиском своих друзей, которые очень вдохновлены были этой серией, конкретно циклом «Тень и кость», и я наконец-то решила с ним познакомиться. Эта история рассказывает нам о девушке Алине, у которой нет, на первый взгляд, никаких магических способностей, но в экстремальной ситуации она с помощью магии спасает своего друга детства мало, и в ней просыпает вот эти вот необычные способности, и выясняется, что Алина принадлежит к грешам. Реши — это действующие воины армии Равки, прототипом которой послужила Россия, и тут очень много отголосков именно русской культуры, что не может не радовать. Всё это смотрится очень интересно, необычно, и всегда интересно, как же зарубежные авторы вписывают наш местный колорит в свои фэнтезийные миры. И тут ещё, что мне очень понравилось, есть загадочный чёрный каньон. Он соткан буквально из тьмы, и в нём живут очень страшные, очень непонятные монстры. И вот Алина — это та, кто может предотвратить распространение этого каньона, полностью его уничтожить. С первых страниц я чувствовала, что нам предстоит интересное приключение, но чем дальше влез, тем больше я начинала замечать каких-то огрехов. Например, мне не нравится то, как герои себя ведут, то, на каком уровне они находятся в данный момент. Я предполагаю, что в будущем они будут развиваться, самосовершенствоваться, но пока это очень сырые и недописанные персонажи, к которым не то чтобы привязываешься сильно, тебе неинтересно, в общем-то, что они будут делать дальше. Из первого же пункта вытекает то, что язык в данной книге, он очень лёгкий, очень простой. Это первая серия автора, и в ней невооружённым глазом видны некоторые недоработки. Так что мне читать это было немножечко трудно, и я изрядно попотела над данной книгой, чтобы дойти до конца. Финальный поворот сюжета меня не то чтобы удивил, не то чтобы сильно мне понравился. Он в какой-то мере может быть и хорош для этой истории, но я ожидала чего-то совершенно другого. Что ли, хотелось больше политических интриг, какой-то войны, каких-то действий, но по итогу всё было очень сжато, очень сосредоточено на одной проблеме, в одном месте, и вот это мне как раз не понравилось. Но я буду продолжать читать дальше, помучаю себя ещё немного, и может быть со второй книги что-то кардинально поменяется в моём взгляде на эту серию. И от фэнтези, которая мне не очень сильно понравилась, мы переходим к фэнтези, которая просто покорила моё сердечко. Это Антонина Крэйн и её шёлох «Теневые блики. Первая часть». Это невероятно атмосферная история, и я не могу рассказывать о ней без улыбки, потому что в этой книге сосредоточено всё то, чего мне так долго не хватало, чего я хотела увидеть в своём идеальном фэнтези. И эта история повествует нам о городе Шёлох, который находится в глубине леса, и это полностью от корней до кончиков последних башенок волшебный город. В нём всё пропитано магией. Магия тут на каждом шагу, тут много фантастических, мифологических существ, невероятных людей, которые используют свою внутреннюю энергию для того, чтобы творить поистине волшебные вещи. Но наша главная героиня Танави после трагического происшествия, к сожалению, больше этой магией не обладает. Она ничего не может сделать, она полностью бессильна, и из-за этого у неё всё идёт под откос, жизнь кажется тусклой, мрачной. И всё это продолжается ровно до тех пор, пока Танави не приглашают на работу в очень загадочное министерство ловчих, где и предстоит распутывать волшебные дела. И как казалось бы, ей выжить на этой непростой работе, не имея при себе ни капельки магии, будет рассказываться в этой книге. Но и не только об этом. Мы тут встретим и околодетективный сюжет, и интересная фэнтези с политическими интригами, и много-много интересных поворотов сюжета, в числе которых находятся и настоящие боги этого мира. И это настолько детальная история. Ты буквально видишь этот шолох, ты чувствуешь персонажей. Все они безумно колоритны, и ты не спустяешь одного с другим. Мне очень нравится, как Антонина Крейн вдохнула, можно сказать, жизнь в свой мир, разукрасила его разноцветными красками, принесла что-то невообразимое в литературу. И мне еще больше греет душу осознание того, что это наш русский автор, что она написала такую самобытную, интересную историю, в которой, между прочим, планируется то ли 6, то ли 9 томов. Вот второй том будет выходить в марте. Я, конечно же, возьму его на прочтение. Как только книга выйдет, мне не хочется далеко отходить от шолоха, продолжить путешествие вместе с полюбившимися персонажами. И, если честно, я ставлю на одну очень необычную пару, романтическую линию, которая 100% будет присутствовать в данных книгах. И мне хочется уже, чтобы во второй части мы побольше увидели взаимодействие этих персонажей, посмотрели на них в разных ситуациях. Возможно, это еще больше их сблизит и покажет их взаимодействие немножечко под другим углом. И еще небольшая заметка. В этой книге невероятно уютная атмосфера. Несмотря на то, что тут периодически происходят загадочные убийства, непонятные события, сам шолох пропитан каким-то уютом, атмосферой магии, волшебства, какой-то бурлящей жизни. И ты попадаешь в этот поток, и тебе уже не хочется из него выходить. Ты хочешь бродить по этим улочкам, ездить на такси кентаврах, пить чай из маленьких лавок. И тут есть, кстати, не только маленькие передвижные лавки с чаем, но и с кофем, и с еще другими сладостями. И это просто что-то невообразимое, что-то, что в идеале рисуется тебе, как необычный мир, и по сути он таким же и является. Элис Шафах. 10 минут 38 секунд в этом странном мире. Это, наверное, самая ожидаемая новинка начала года, которую я лично для себя вывела на этот предистал. Мне очень обидно, что книга, как бы, на мой взгляд, незаслуженно обделена вниманием. Они мало говорят, я мало у кого на Буктюбе видела отзывы на это произведение, но оно настолько потрясающее, что мне хочется рассказать о нем вам, чтобы и вы заинтересовались этой книгой и срочно бросились ее читать. Наша главная героиня Текила Лейла, она убита, но ее мозг действует еще в течение 10 минут 38 секунд. И на протяжении этого времени она вспоминает всю свою долгую жизнь, наполненную горестями, печалями, радостями, какими-то приятными моментами, близкими людьми и, конечно же, ее верными друзьями, которые, несмотря ни на что, никогда не бросали Текилу Лейлу, и которые вдыхали, можно сказать, в нее новую жизнь, помогали подняться, когда, казалось бы, что выхода больше нет. Это невероятно трогательная история у турецкого автора с таким восточным колоритом, и тут невероятным образом показана атмосфера Стамбула, его многогранность. Ты видишь город под разными углами, с точки зрения разных людей, в разные исторические эпохи. И автор с первых же страниц бросает тебя, опять же, в гущу у событий, как это было у Антонины Крейн, но у Элиф Шафак это приобретает совершенно иной оттенок. Это легкая нотка грусти, это печаль, которая пронизывает страницы этой книги, это запахи, ароматы, которые окружают нашу уже убитую главную героиню. То, что она вспоминает, это некие отрывки, осколки ее памяти, и она настолько чувственно их пересказывает, настолько детально описывает все свои эмоции, все свое смятение, любовь к этому миру. Тебе остается только завидовать, насколько у нее чувственно многообразный мир, насколько Текила и Лейла была невероятнейшим человеком. И эта история прежде всего о судьбах людей, о судьбах необычных людей, которых буквально выбрасывает жизнь. Из своей колеи не дает нормально жить, любить, творить, заниматься любимым делом, но вместе с тем это еще и роман о любви, о безграничной преданности, о том, насколько люди, не близкие нам по крови, могут оказаться близкими по духу, и именно они будут с тобой в самый последний момент. Меня очень тронула эта книга, тронула предисловие автора, которое она посвятила своей бабушке, и настолько вот это чувственно все написано, с эмоциями, с душой, открыто, искренне, что я просто не могу не восхвалять эту книгу. Шолох и 10 минут 38 секунд определенно войдут у меня в топ, если я не найду в течение года чего-то более лучшего, чего-то более атмосферного, но мне кажется, на данный момент, по крайней мере, что эти книги не сможет переплюнуть никто. С большим удовольствием сообщаю, что я вернулась к классике и решила познакомиться с Анора де Бальзаком, о котором я очень много слышала, но никак не решалась прочитать какую-либо его книгу. И вот, наконец-то, в руки ко мне попалась Лилия Долины. Маленькая история, небольшой роман, посвященный любви, чувственной платонической любви между замужней женщиной, которая является матерью двоих детей, примерной хозяйкой своего дома и молодым, наивным человеком, который не видел, в общем-то, в жизни ничего хорошего, всё детство над ним издевались, в семье он был чужим, непрекаянным, и вот эти две изголодавшиеся, заблудшие души находят друг друга и становятся в каком-то смысле и спасением для друг друга, и в то же время проклятием, которое причиняет неимоверную боль. Мне очень понравилось, как Бальзак раскрывает вот эти вот платонические отношения между мужчиной и женщиной, показывает их мысли, чувства, позволяет проникнуть в внутренний мир каждого. И всё это ещё происходит на фоне очень красивых, идеалистических, умиротворённых картин природы. Ты проникаешься атмосферой этой книги, ты буквально дышишь ею, и она идеально, на мой взгляд, подходит для весны или даже для лета, чтобы читать её вот в такой спокойный, тёплый день, наслаждаясь атмосферой, единением с природой. Она просто идеальна для вот таких вот дней. И она мне, если честно, напомнила смесь рассказа о любви Чехова и романа Энн Бронта «Незнакомка из Уайлсфелл Холла». Определённо у этих книг есть что-то схожее, хотя бы вот такая интересная атмосфера. Я имею в виду сейчас рассказ Чехова о любви и вот этот вот роман. У них определённо множество каких-то точек соприкосновения, и когда ты видишь эти точки, они радуют твой глаз. Тем более я безумно люблю Чехова, и увидеть что-то общее между ним и зарубежным мировым классиком тоже очень было приятно. А с романом «Незнакомка из Уайлсфелл Холла» «Лилия Долины» похожа тем, что у обоих главных героинь есть какой-то внутренний стержень, острый моральный комплекс. Они за справедливость, они очень стойкие, они готовы на всё ради своих детей, посвящают им буквально всю жизнь. И вот это самопожертвование, острота, противостояние, мужество, которым наделены эти женщины, не может не бросаться в глаза, и если вы ещё не читали Анора де Бальзака или любите, наоборот, этого автора, но не читали у него ещё «Лилию Долин», то я настоятельно рекомендую вам это сделать, потому что роман, несмотря на свой небольшой объём, он действительно приносит что-то новое в вашу жизнь, заставляет задуматься о многих вещах и дать невероятно интересную чувственную историю любви. Последняя книга в прочитанном выбивается из ряда остальных тем, что она очень мрачная, очень тяжёлая для восприятия, и основано это всё от и до на реальных событиях. Эта книга «Я исчезну во тьме. Дело об убийстве Золотого штата» от Мишель Макнамора. Эта история, как я уже сказала, полностью основана на реальных событиях. Это оформленная Мишель Макнамора, полное расследование об убийстве Золотого штата, которая, к сожалению, не окончена в форме книги. К сожалению, автор не дожила до того момента, как убийцу из Золотого штата наконец поймали. Она совсем немного не дотянула до этого дня, хотя посвятила этому делу, этой загадке, все свои жизненные силы, все свои энергетические ресурсы. И мне кажется, именно это дело её, можно сказать, выжгло, выжгло в душе, выжгло телесно, и именно из-за него здоровье писательницы оказалось вот в такой неприятной ситуации, которая в итоге привела к летальному исходу. Но давайте поговорим об убийце из Золотого штата. Мишель Макнамора вошла в это дело, когда она уже несколько десятков лет была в запустении, и ей, как интернет-журналисту, интернет-детективу, хотелось раскусить эту загадку, понять, в чём причина этой тайны, почему убийцу так не поймали, хотя на его счету было больше 50 жертв, больше 50 жертв, и 40 лет его не могли поймать, не могли понять, что это за человек, как он может так незаметно проникать в дома людей, как он может издеваться над своими жертвами, и при этом не оставить никакой зацепки, оставаться безнаказанным, и продолжить спокойно проживать свою жизнь. В этой книге собраны показания свидетелей, истории от самих жертв, истории от их родных, и когда ты это читаешь, хотя имена изменены, чтобы не приносить жертвам этой трагедии лишнюю боль, тебе всё равно тяжело читать это, тяжело погружаться в эту историю, это просто невероятное что-то, у меня в голове не укладывается, как полиция не могла поймать этого преступника, как она не могла сразу прочувствовать это, как она не могла взяться за это дело на протяжении такого длительного промежутка времени, и честно говоря, поймать убийцу из Золотого Штата, его поймали, кажется, в году в 2019 или в 2018, уже окончательно поймали, правда в возрасте 70 лет, когда прошло ни много ни мало, кажется, 40 с лишним лет, с момента его последнего нападения, но поймали его, можно сказать, по чистой случайности, и то благодаря сайту генетики, который очень популярен в Америке, туда можно загрузить свой ДНК для того, чтобы с помощью сайта, с помощью большой сети найти своих дальних родственников, которые, возможно, где-то пропали, но всё дело в том, что этот сайт нельзя использовать для поимки преступников, и вот Мишель Макнамора и её несколько, можно сказать, коллег по этому делу решили пойти в обходной путь, и изначально у них было очень широкое поле деятельности, найти убийцу среди тысячи людей с похожим ДНК оказалось непросто, но уже после смерти автора удалось это сделать, удалось сузить круг подозреваемых до одного человека, и этого человека задержали, и именно он оказался убийцей из Золотого Штата. Если вы интересуетесь криминалистикой, вам интересны преступления, необычные истории, пугающие истории, то я настоятельно рекомендую вам прочитать «Я исчезну во тьме». И «Я исчезну во тьме» — это та фраза, которую маньяк сказал одной из своих самых ранних жертв, и эта фраза осела в голове у Мишель Макнамора, и в предисловии она ей уделила определённое внимание. Это предисловие было написано ещё до её смерти, и вот когда ты читаешь это предисловие, в котором Мишель говорит, что «Несмотря на то, сколько прошло лет, поймаю ли тебя я или кто-то другой, ты будешь пойман, ты будешь уже в том состоянии, в котором твоё тело не позволит тебе скрыться, ты будешь старым, ослабевшим, а мы будем сильнее тебя, и тебе уже не получится скрыться во тьме, ты выйдешь на свет». Это меня пробрало до дрожи, я долго не могла успокоиться потом от этой книги, она меня покорила настолько, что я решила создать подборку книг, основанных на реальных преступлениях, и пока эта подборка не велика, но я буду её пополнять временами, и думаю, в скором времени, возможно, даже в этом году мы поближе увидим эти книги, и я постараюсь о них как можно детальнее рассказать. Это было всё моё прочитанное за последний месяц и небольшой хвостик. Пишите в комментариях, что из этого вы читали, может быть, мы можем поделиться друг с другом мнением, мне будет всё очень интересно узнать настоятельно, рекомендую вам прочитать хотя бы одну книгу из этого видео, они все заслуживают внимания, ну, пожалуй, кроме Ли Бардуга, хотя если вы поклонник автора, то вам однозначно тень и кость зайдёт, но с вами была Элизабет Букс, увидимся мы в новых видео совсем-совсем скоро, и всем пока-пока!